Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. По личному приказу Гитлера уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской православной церкви, 18 ноября 1942 года был арестован епископ Николай Велимирович. Сначала находился в заточении в обители Войловица. Позднее он оказался вместе с сербским патриархом в одном из наиболее страшных концентрационных лагерей – фашистском Дахал. В мае 1945-го святитель был освобожден войсками союзников американской армии. Не имея возможности вернуться на родину по воле Божьей, он оказался в Америке в статусе эмигранта. Там продолжал проповедовать о Христе, участвовать в богослужениях, заниматься писательской деятельностью. Одной из книг, написанных на чужбине, стала «Наука чудес», новое издание которой мы предлагаем вашему вниманию. Эта книга под названием «19 уроков истины. Наука чудес» вышла в свет в издательстве «Новое небо». Как отмечают издатели, святитель Николай Сербский, Велимирович, безусловно, самая яркая и масштабная личность в новейшей истории Балкан. Величайший серб XX века, просветитель сербского народа и всего православного мира, он напоминает нам старые, сегодня, к сожалению, многими позабытые истины, всем житием своим неуклонно свидетельствуя, что подлинная любовь к Господу и служение ему немыслимы без приобщения к Бога дарованным ценностям национальной жизни. В одном из предыдущих изданий переводчик произведений святителя Илья Числов отмечал, что, будучи уже доктором философии и богословия, святитель Николай побывал на земле Святой Руси, где он некогда учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Отпущенное ему время он использовал прежде всего для знакомства со святынями величайшей православной страны и с духовным опытом великого русского народа. Здесь святитель воочию узрел благодатные плоды пустынножительства. Охрид и Святая Гора Афонская стали продолжением этого сладостного приобщения к вечности, по коей столь часто тосковала душа его средь бурной пучины века сего и постоянных забот и трудов, связанных с дипломатической и пастырской деятельностью. Сии святые места, почитаемые, помимо прочего, как колыбель славянского христианства, окончательно сформировали его духовный облик, возвратив сердцу младенческую радость в сопереживание сладостной тайны бытия. С ранних лет приученный крестьянскому труду благочестивый отрок возрастал в познании Бога. Дивная красота и гармония мироздания, открывавшаяся его восхищенному взору, наполняла всю его душу любовью ко Творцу. Когда я был пастырем овец, уже тогда был я священником твоим. Каждой травинке прикасался мой посох пастушеский, и, припадая грудью к земле, я вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное. Я касался челом расистой травы в горных лесах и обнимал жалостливо ели высокие, бурью сломленные, и читал имя твое огненными буквами писанное, чувствуя, как горит подо мной каждая пять, и глаголит «Аз, есмь, алтарь Всевышнего». Сияз отроческих лет, усвоенная наука чудес, стала основанием горячей любви святителя к родной Балканской земле, на которой, как раз на территории нынешней Сербии, родился некогда повелитель первого и основатель второго Рима, святой император Константин Великий. Современники называли проповеди епископа Николая «небоотверзающими» и говорили, что со времен святого Саввы сербская земля не знала пастыря такой интеллектуальной и нравственной силы. Задолго до официальной канонизации в мае 2003 года в народе широко распространилось почитание святителя, отмеченное многими чудесными явлениями. По словам издателей, Сербия, как и Россия, страна православного верующего народа, но вера проявляется по-разному. У кого-то она не видна и спрятана внутрь, а кто-то вооружается евангельскими словами и проповедана будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам и несет свет миру. В XX веке в Сербии действовало православное богомольческое движение, зародившееся еще после Первой мировой войны. Оно объединяло мирян, которые занимались православным просвещением по благословению Архиерейского собора Сербской Церкви. Книга-издание, ежемесячный журнал, печать, брошюры, листков и, главное, проповедь. Сербское движение богомольцев было твердым и мужественным религиозным восхождением, органически выраставшим изнутри, из людских душ, жаждущих Бога. Чем по сути было это движение, об этом говорится в предлагаемой читателю книге. Как отмечает сам святитель Николай, те, кто был не в курсе событий, осуждали и высмеивали это движение. Те, кто был знаком с ним, лишь поверхностно относились к нему сдержанно. А те, кто знал его хорошо, были им воодушевлены и возлагали на это движение большие надежды в смысле духовно-нравственного возрождения сербского народа. Среди этих последних, говорит архипастерий, был и я. На протяжении 20 лет я активно участвовал в богомольчестве и пристально следил за его деятельностью. А так как большинство известных и выдающихся членов этого движения отошли ко Господу в царство вечной правды, одни из них умерли естественной смертью, других замучили в годы гонений, то считают своей обязанностью рассказать новому сербскому поколению, кем были и что представляют собой сербские богомольцы. А тем самым и рассеять туман сомнений относительно православности и церковности богомольческого движения. Как отмечает святитель, в то время у народов Запада, особенно в Америке и Британии, чрезвычайно возрос научный интерес к таинственному влиянию оного мира на людей, к таким явлениям, как исцеление от любых болезней при содействии веры и молитвы, к неведомым голосам, правительским снам, необычайным видениям. Все, что некогда считалось суевериями и предрассудками простого народа, ученые со всей серьезностью стали подвергать эмпирическим исследованиям. Предметом их изысканий сделалось все необычное, сверхъестественное и чудесное. Но сербскому народу, по словам владыки Николая, не нужно это доказывать. Ведь он сам из своего громадного духовного опыта может предоставить доказательства подлинности чудес тем, кто этого не знает. Поэтому божьи чудеса красной нитью проходят по страницам этой книги. В этом и причина того, что святитель Николай назвал ее «наукой чудес». Как уже отмечалось в начале, после Великой Отечественной войны святитель Николай Сербский попал в Америку и долгое время жил на чужбине. Поэтому и содержанием книги стали главным образом отдельные сохранившиеся записи, а также личные воспоминания о богомольческом движении. Выпуская сию книгу в свет, я, говорит святитель, прошу Господа Бога, чтобы принесла она пользу всем читателям, чтобы обрадовала верующих, укрепила маловерных и вернула к вере тех, кто эту веру утратил. Книга «19 уроков истины» предназначена для всех, кто интересуется православной миссией, миссионерством, кто понимает важность и актуальность активной позиции мирян. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Книги, о которых мы рассказываем вам в эфирах, вы найдете в церковных книжных лавках. Мир вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok